Не первый уже в музейной выставке у Николая, но, скорее всего, возможно, первопрессиональный музей. Да, первопрессиональный музей. Так что мы в Петербурге, в Грузии. Да, вот так, понимается. И всегда приятно, конечно, смотреть, как изменяется зал от каждой выставки. И вроде бы модуль один и тот же. Но вот я не помню, например, что у нас была выставка так тотально занимающей стеной, такого размера, такой яркости. И, конечно, это влияет на архитектуру зала, восприятие, на все. Ну, все, что мог, я написал в тексте. Что могу еще сказать отдельно? Бусловно, когда мы... С одной стороны, очень хорошо, когда художник находит какой-то свой прием, а пусть очень узнаваемый прием, он приходит на выставку и издалека еще видим, а, там Василий, я сейчас вижу. А у этой вещи есть обратная сторона, когда мы приходим в другой раз на выставку и спрашивали, и пришли на эту выставку, и спрашивали свою коллегу, ну, что там было, а уж Василий что-то. Ну, он, как всегда, с вами был. И вот в этом диапазоне между этими двумя вещами, собственно, решится то главное, что делает художника, который отрабатывает прием, и художника настоящего, который, собственно, нам интересен как художник. Поскольку, чем, собственно, занимается Николай? Ну, он не отрабатывает этот визуальный прием, который диктует материал, а все время смотрит за языком, который развивается, который расследует, который подсказывает материал, который сам как-то подсказывает наверняка, я не знаю, как это бывает, наверняка, какие-то следующие ходы, которые находятся в процессе изготовления художника. И мы видим, как разные совершенно ипостаси этого материала, то есть появляются и другие какие-то цветные скотчи, которые появились благодаря случайностям. Это все настоящие, как виду, не автор, вырисовывали. Это все сделано, оставшись решительными и быстро. При этом мы видим даже какие-то, появляются чисто живописные, мне очень понравились лассировочные вещи, когда начинают проглядываться цвета сквозь один, сквозь другой, особо в футамболизии, так это очень приятно мне говорить. То есть очень много разных способов подхода к материалу, где мы видим, с одной стороны, какие-то элементы поп-арта и коллажа, с какого ключа понимания, и какие-то чисто геометрические вещи, потому что понятно, что у скотча есть свое такое средство материала, что это большая длинная линейка. Вот эта большая длинная линейка, соответственно, ее можно либо как-то как мазкино бросать, либо все-таки, помните об этом, что имеется тотальность, протяженность, вот такой лучизм бларионного, своеобразный, который в ней проявляется, в ней проявляются контрастные полосы, или тотального заполнения этого цветного пространства, который уже гибнет, собственно, цвет. Это такой решительный цвет, который в этой палитре, их как бы много, но не так много, как в живописи, который уже как-то надо решать, чтобы вот эту линейку набрать. И это, собственно, создает предмет такого интереса, благодаря которому каждую новую серию Николая, что-то интересное рассмотрит, интересное, как он называется. И это, собственно, делает его интересный художник Детербургский, за которым интересно следить. Поэтому наш музей, собственно, и показывает. Ну, это вы сделаете. Спасибо.